Нам известно, что существуют шииты, которые являются сторонниками Татбира, но существуют и другие шииты, которые против, то есть плохо относятся даже к траурным побиваниям себя в грудь под чтением РСИИ. Хотелось бы узнать мнения и доводы наших ученых о желательности или нежелательности таких обрядов. Я этот вопрос неоднократно разъяснял, неоднократно говорил на эту тему, и у нас имеются материалы на YouTube-канале «Доводы», если есть желание, и на «Доводы Live» также. Если есть желание, то обратитесь и почерпните оттуда свои знания. Но сейчас я скажу коротко очень. Траурные мероприятия, оплакивание имама Хусейна А.С. и траур по имаму Хусейна А.С. являются одним из величайших поклонений Аллаху. И даже более того, обратите внимание, это поклонение, без которого ни один приближенный Аллаха не смог бы к нему приблизиться. Ни один. В том числе и те рабы Аллаха, которые были до Ислама. Например, Ибрахим А.С. и другие пророки, великие, выдающиеся пророки. Одним из важнейших испытаний для них, которое приблизило их, таким образом, к Аллаху, было именно оплакивание и траур по имаму Хусейна А.С. И об этом имеется у нас огромное множество преданий по этому поводу. Таким образом, как сказано во множестве преданий, оплакивание и траур по имаму Хусейна А.С. это не только сунна, это еще и величайшее поклонение Аллаху, без которого человек не сможет достичь высочайших степеней веры и высшей степени приближенности к Аллаху не сможет достичь. И поэтому Всевышний всех своих пророков, посланников, всех своих приближенных на протяжении всей истории человечества знакомил с испытаниями и трудностями и бедствиями, с которыми столкнулся имам Хусейна А.С. Чтобы они его оплакивали и держали по нему траур, чтобы возвышались таким образом к Аллаху. Именно поэтому в Уюне Ахбаре Реда, вот его святлость имама Реды А.С. приводится предание, что тот, кто прольет слезы по имаму Хусейну А.С, настолько, что его слезы потекут по его щекам, то Аллах простит ему его грехи, как малые, так и большие, как малочисленные, так и многочисленные. И даже в сунницких, как мы ранее приводили, в сборниках, например, Фадра А.С, приводится, что имам Хусейна А.С, изволил сказать, и причем и снады этого хадиса достоверного, этого предания, и снад достоверный, его святлость имам Хусейна А.С, изволил сказать, что тот, кто прольет по нам слезы, Аллах одарит его, наградит его раем. Поэтому оплакивание и траур по имаму Хусейну А.С, не просто желательно, это величайшее поклонение Аллаху. Это поклонение, которое перед рабом Аллаха открывает невиданные двери приближения к Аллаху. И поэтому все, что является трауром и оплакиванием имам Хусейна А.С, все это является желателем, все это является необходимым для верующего. Вне зависимости, что это. Например, черное одеяние. Это есть проявление траура, есть проявление скорби, есть проявление оплакивания имам Хусейна А.С. Или удрученный, расстроенный вид человека, или слезы, или же, например, побивание себя. Во многих культурах побивание себе по голове и побивание себе по груди являются оплакиванием и трауром по имаму Хусейну А.С. И просто посмотрите на те или иные семьи, которые потеряли своих близких, своих родных. Вы увидите, что близкие этих людей, в частности, в особенности женщины, они побивают себя по голове, побивают, по груди побивают. Это есть проявление траура, есть проявление скорби. Или причитание. Причитание о страданиях, о тех бедах, с которыми столкнулся имам Хусейн А.С. Это тоже является оплакиванием. Я не знаю, видели ли вы, сталкивались вы с этим на похоронах или в домах, где умер близкий и родной человек. Когда родные этого вспоминают, оплакивая, вспоминают о нем, вспоминают о его трудностях, о его целях, о его идеалах, о его достоинствах и так далее, причитают. Поэтому всё, что подпадает под эту категорию, является желательным, является востребованным в исламе. И без этого верующий не может быть полноценным в своей вере. Без траура, без оплакивания имам Хусейн А.С. Но при этом всё, абсолютно всё, что не подпадает под категорию оплакивания и траура по имаму Хусейн А.С., всё, что под эту категорию не подпадает, всё это является нововведением и является запрещенным. Например, в некоторых местах мы можем видеть, как люди во время траурных мероприятий совершают некие действия, которые невозможно оценивать как траур, скорбь, как оплакивание. Вот эти действия, они, несомненно, вне всякого сомнения, согласно единогласному мнению всех учёных, являются нововведением и запрещены. То есть те действия, которые не подпадают под категорию оплакивания и скорби. Поэтому оплакивание и скорбь, которые являются востребованным в исламе, являются желательным в исламе, оплакивание и скорбь может иметь разные проявления. Разные проявления. Это некий даже вид человека, то, как выглядит его борода, как выглядит его одежда, как выглядит его лицо, довольное, недовольное, всё это является проявлением. Удручённый вид, удручённое состояние, всё это является проявлением скорби, и всё это востребовано, всё это является желательным. А всё, что под эту категорию не подходит, всё это запрещено и является нововведением. Продолжение следует...